И мой учитель направил к этому человеку, ему 267 лет, он довольно известный. Я видео снял примерно на 10 часов, вот в течение трех дней от него ходил. Вот у нас субтитры, почему-то их нет. Вот мы с ним здесь беседуем, я его расспрашиваю о системе, как можно прожить. И опять возникает же тоже вопрос. Его ученики, которые в трех-четырех поколениях уже уходят к 18 веку, они учатся, их родители, дедушки, прадедушки, прапрадедушки, и никто не доживает своих даже 85 лет. И вот этот основной вопрос, это я сейчас в начале прослушаю, а потом уже свой взгляд на систему долголетия и старения. Почему эти учителя не могут передать своим ближайшим ученикам пхактам? Я пришел к выводу, что ни физика, ни генетика, ни биохимия к долголетию никакого отношения не имеют. До 120 лет максимум, что могут люди даже с помощью наути, типа вот последнего старшего Ропширда, который 6 раз менял сердце. Вот это очень известный случай. И с точки зрения духовной работы йоди и разных других вещей невозможно достигнуть, если не развито сознание. То есть это не длительность жизни, продление жизни, это не наука, это не медицина, это только сознание. Только сознание. После многих лет я с теми долгожителями встречался и все время задавал один вопрос. Когда приезжал в Россию, встречался со своими друзьями и с учеными, и с врачами. Все задавали, когда я делился, вот верить в это мало кто верил. Но единственный вопрос, что не развито сознание. И вот я 5 лет назад, когда начал создавать систему антистарения, чуть попозже расскажу, там как раз 70% это работа с сознанием. Акция.